Ошибки у Китая и вот сейчас как раз была третья у Япона. Отличный удар. И снова на одном блоке. Главное ее обязанность блокировать. И пока вот с такими передачами, конечно, центральные игроки не успевают. Кто-то отдыхает. И еще одна ошибка. На задней линии у сборной Китая. Атака против одиночного блока. Китаянки считают, что этот мяч достали, но... Сразиться во втором полуфинале со сборной США. Уже в зале. Заранее приехали. Не знаю, естественно, как и мы. Так закончится первый полуфинальный матч. Мы достаем сегодня закончится достаточно быстро. Поэтому все это в зале. Но, как правило, трепироваться, готовиться к матчу, ну и так далее. В зале, наверное, точно не осталось. Смотрите, как у меня сейчас... Да, так и пали и пулки достали. Это фантастический. Ну, теперь сам бог видел выиграть этот розыгрыш. И Кикайбата, да, от блокового. И Кикайбата забивает. Да, бедные китайские центральные сегодня. Они уже не пытаются бежать на край. Вот смотрим повтор этой атаки. Шесть точков уже набрал. Редкий момент, когда от Кикайбата достают защиту мяч. Редкий момент, когда на двойном блоке атакуют. Вот дважды подряд. И со второй попытки Китай сможет их обыграть. Вообще интересно, опять-таки, концепция азиатского волейбола. С одной стороны, они не сильно нападают. Затем, внимание, что очень многие из них играют в поясах таких, которые, опять-таки, призваны держать мышцы спины, поясницы. И тут даже сейчас страна посмотрит еще до победы. Ну, отлично. Подключение заднений, файп, 21 очка. Очень четко, все вовремя. Винма, а потом произошла замена. Снова на одном блоке, а так и сейчас. Подбирают подачу с первой попытки. Отыгрывают. И все запрещены пока. Сделать шаг и отыграть свое второе касание. Накомиши в защите. Не будет японок атаки. Достают китаянки. И... Все. 25-23. С таким счетом японки выигрывают третий сет. Побежали.